Дело в том, что в Советском Союзе все, что касаемо всего, делали профессионалы, в том числе и техника, которая делалась, может фотографии потом покажете, она делалась дизайнерами, художниками, тогда не было дизайнеров, были художники, которые с несколькими высшими образованиями делались очень красиво. И это была не просто вещь функциональная, как сейчас, просто функциональная вещь, условный пылесос, он пылесосит, он хорошо пылесосит, а раньше, помимо всего прочего, это еще была и очень красивая вещь, которой было приятно смотреть, которой приятно было пользоваться. И они рабочие, они, кстати, рабочие, сделаны очень надежно, делались многие там на оборудованных заводах, делались инженерами тоже с несколькими высшими образованиями, делались так, чтобы они не ломались. То есть, если сейчас у нас идет запланированное устаревание, производители выгодны, чтобы техника быстрее сломалась, и мы быстрее купили новую, то в Советском Союзе была история другая, сделалась так, чтобы она не ломалась никогда. И вот эти вещи мы сейчас потихонечку собираем, у нас будет свой собственный музей. Сейчас есть такое явление, которое используют, а это явление существует уже очень давно, просто мы про него не знали, потому что у нас был Советский Союз. А на Западе это очень давно используется, когда вещь не делается добротной, вещь делается специально для того, чтобы она сломалась. То есть, есть гарантийный срок службы примерно там один год, дальше производитель за эту вещь не отвечает. Поэтому задача производителей на Западе всегда была сделать так, чтобы она быстрее сломалась, и быстрее человек купил новую вещь. В Советском Союзе делались все надежно, потому что все было государственным, люди были о людях заботились, сделали так, чтобы вещь не ломалась вообще никогда. Ну, конечно, никогда так не бывает, но служили вещи очень дорого. Могу привести пример. Был такой Нарва, все ее знают, лампочный завод. Производитель немецкий в ГДР, то есть это восточный Берлин, то есть это коммунистическая Германия, так скажем. Они делали лампочки для автомобилей, в том числе, ну, все-все-все, что касается лампочек. Их лампочки служили очень долго, очень хорошие, надежные были лампочки. И когда рухнула стена между двумя Германиями, да, Берлин воссоединился и, соответственно, ФРГ и ГДР объединились, и стало, и ГДР прекратилось свое существование, капиталисты пришли на этот лампочный завод и сказали, а что это такое у вас тут происходит? Ваши лампочки не ломаются. Где бизнес? Наши лампочки ломаются, люди покупают новые, и мы зарабатываем. Давайте-ка все менять. Они говорят, ну, зачем? У нас тут хорошее, надежное. В результате закрылся завод Нарва, закрылся. Во-первых, было сделано все для того, чтобы он закрылся определенным сговором и лоббистами. Ну, а с другой стороны, конечно, человек, когда приходит в магазин и видит одну лампочку, там, условно, 10 рублей, или, там, 10, что там у них, там, марок, а другая, тогда были еще марки, а другая, там, 11, да, они покупают подешевле, не подозревая, что одна лампочка будет служить в 5 раз дольше. Поэтому этого завода нет. Капитализм. Пришел капитализм. То же самое, что происходит сейчас у нас. Даже если посмотреть, там, на ту же технику, редко мы увидим, чтобы техника бытовая, там, и, там, утюги или, не знаю, там, телевизор, чтобы они были красивые. В Советском Союзе, если вы посмотрите любую технику, она сделана очень, она очень эстетичная всегда выглядит, очень красиво. Даже, там, и, не знаю, какие-то фены, плойки, они всегда старались делать очень красиво. Над этим работали специальные люди, не только инженеры, но и художники. Наша компания существует с советских времен. С советских времен держим марку. У нас бесплатная диагностика, чего нет ни у кого. Мы проверяли не то, что в Петербурге, даже во всей России. У нас гарантия на ремонт крупной бытовой техники 3 года. Там, на ремонт квартир 7 лет, на окна 7 лет. Такой гарантии тоже никто не дает. Если вдруг человек чем-то недоволен, у нас есть специальный отдел. Мы выслушиваем, принимаем. Даже если мы там, даже в чем-то, и даже если мы правы, если мы не правы, мы возвращаем деньги сразу, без всяких судов, без вот этих проволочек. Если мы, даже если мы полностью правы, мы все равно стараемся отдавать какую-то часть денег, чтобы человек был доволен. То есть, вот это наша позиция, чтобы делать все для людей. Ну, уже не говоря о том, что вот сейчас, например, май месяц, мы каждый май месяц для ветеранов чиним технику бесплатно полностью. Они не платят ни за запчасти, ни за работу, ни за что. Там, в марте мы бесплатно чиним мамочкам, одиночкам, многодетным весь май месяц. Это мы делаем каждый год. В июне врачам. И то, что есть в ленремонте, нет ни у кого. Мы проверяли, делали даже опрос, звонили в Тамперы, в Берлин, в Париж, и даже в Нью-Йорк звонили. Сейчас, вот, кстати, вчера звонили в Италию. Мы сейчас заново хотим сделать это исследование. Мы его делали примерно, там, пять лет назад. И сейчас мы его решили обновить, узнать, как работают за границей, например, да, чтобы сравнить с ленремонтом. И там работают, ну, много хуже. То есть, там вот, там вот, прям вот, вот мы говорим, ну, это как в совке, да. Вот совок вот сейчас в Европе. То есть, когда, вот, например, мы вчера звонили в Милан, хотели делать заказ на ремонт холодильника. И там говорим, что, ну, это вот 10 километров от Милана. 10 километров. Не, не, все, мы не поедем. Не поедем. Вот мы едем по области, мастера ездят, там, нет такого, что там Пушкин и Павловск, мы не поедем. Нонсенс. И там цена, вот, допустим, у нас бесплатная диагностика. Мастер пришел, сказал, сколько стоит. Мы с советских времен держим эту марку. А у них это стоит 45 евро. Вот мастер пришел, посмотрел и сказал что-то, неважно что, 45 евро будет любезен заплатить. То есть, это для них, да, это тоже существенно, достаточно большая сумма денег. За ремонт как минимум 65 евро. И ждать мастера, это не так, что вот как мы. Вот сегодня сделали, мы либо сегодня приедем, либо завтра. Нет, там ждать нужно неделю. То есть, там люди работают, вот, в 6 вечера, все, мы никуда не работаем, мы никуда не едем. То есть, у них сиеста обязательно. То есть, там люди не торопятся. То, что у тебя портятся продукты, а там все-таки жара, и ты не можешь, например, у тебя ребенок как-то, вот, тяжело тебе в этом плане, никого не волнует. То есть, это Европа, это вот то, что мы думаем, что там вот на Западе все лучшее и совершенное, отнюдь нет. У нас в Петербурге есть ремонт, который гораздо лучше работает. Это исследование можно легко найти. Вот деловой Петербург проводил в интернете, но это старое, а в общем, сейчас делаем новое. Ничего не, за это время ничего не изменилось. Плюс у нас гарантия самая большая. Три года гарантия на бытовую технику, на крупный ремонт, на ремонт квартир 7 лет, на окна 7 лет. То есть, такой гарантии тоже никто не предоставляет. Только мы. Ну и плюс, если человек звонит, и он недоволен чем-то, мы выясняем, и действительно, если в чем-то наш косяк, мы возвращаем деньги без всяких судов. Но если даже человек полностью не прав, мы все равно стараемся ему компенсировать хотя бы там 500 рублей, чтобы человек чувствовал, что, как знаете, вот он позвонил с недовольством, и он получил хоть что-то, и человек успокоен, он доволен, он расслаблен. То есть, что он отвоевал свое. То есть, наша задача помогать людям быть счастливыми в этом плане, комфорт давать людям, а не пытаться что-то там отжать. Это все у нас вот тоже с советских времен. Ну, конечно, сейчас вот мы находимся у нас комната отдыха, теннисный стол, играем в теннис в обиденные перерывы, и после работы, и во время работы, когда у кого-то есть желание и взбодриться, чтобы не заснуть, играем в теннис, например. Именно это вот такое, то, что легко доступно. А так у нас постоянно идут турниры футбольные, волейбольные. Мы играем даже в бэнгентон, и выезжали всей командой. У нас там есть вот в холле есть видео, о, не видео, плакаты с фотографией. Ну, видео можем тоже предоставить. У нас это в обязательном порядке. Как же, спорт обязательно должен быть в жизни. У нас выездные мероприятия, мы ездим за город, всей компанией. Мы нанимаем автобусы. Мы уже в один автобус не помещаемся, у нас уже два автобуса, и мы едем большими автобусами на природу, и там играем, и в бэнгентон, и всякие там перетягивания канатов, мешки, прыжки в мешках. Это очень весело, очень задорно. Люди прям ждут этого. Это летом мы проводим. Зимой тоже, правда, зимой уже в помещениях. Но спортивные мероприятия у нас вот прям в обязательном порядке. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова